Здравствуйте в информационной студии Полина Мазур и коротко о событиях города и края. Управляющие организации и товарищества собственников жилья должны до 25 января направить в администрацию предложения по графикам подготовки жилых домов в межотопительный период 2018 года. Как отметил в ходе еженедельного совещания по тепловодоснабжению заместитель главы города Сергей Сигал, при этом условии постановления о подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Дальнегорского городского округа к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов будет разработано с учетом сведений, предоставленных исполнителями коммунальных услуг, в обратном случае пропорционально срокам подготовки жилого фонда. Примтеплоэнерго работает в штатном режиме, запасы топлива на котельных растут. Все котельные соблюдают график температуры тепловых сетей, жалоб не от населения, юридических лиц не поступает, температура внутри помещения соответствует нормам. Запасы топлива на котельных и в пути, с учетом пути доставки на 44 суток ежедневно заводятся с увеличением суточного расхода, идет накопление водоснабжения и водоотведения в штатном режиме. Таких за прошедшую неделю аварийных ситуаций не было. Устную благодарность за помощь в благоустройстве Дальнегорска в ходе совещания получила управляющая организация «Классик». Отметим, что компания в последние годы является лидером по качеству и скорости подготовки своих домов к отопительному периоду. Работаем в штатном режиме, аварийка, вы понимаете, нигде вообще нет, слава богу. Ремонтные работы выполняются в плановом режиме. На сегодняшний день ремонт системы электроснабжения Менделеева 10, ремонт системы экономизации такой большой, глобальной, так скажем, объемной, на матросово 30. По ремонтам подъезда перешли на химиков 3А, там в подъезде был пожар, поэтому внеочередной подъезд зашел. Ну вот так, в принципе, все по плану. Компании, в управлении которых находятся дома в северных районах округа, продолжают бороться со снежными переметами. Жалобы от жителей Тайги, где в прошлом году была установлена автоматическая модульная котельная и были единичные обращения на низкую температуру в квартирах, прекратились. Отопительный сезон в селах проходит в штатном режиме. По сержантовой какая ситуация? По сержантовой с водой, то все то же самое. Останавливая сировление в СПУ-4, заменили 8 метров трубы с дальнего отопления. По Тайги нет? По Тайги все отлично. То есть жалобы? Жалобы уже все нет. А что, по Краснореченскому? Краснореченскому. Все, жалобы нет. Аварий нет. То есть переметы? Ну, переметы у нас не есть. Вот сейчас я уезжала, уже снег опять у нас идет. Все очищается. У вас нет снега, у нас есть. Идет снег. Одна из острых проблем для всех управляющих организаций – забитые канализации. Из-за особенности застройки Дальнегорска в структуре жилищного фонда отсутствуют дома с мусоропроводами. Вместо них некоторые используют унитазы. Конечно же, очень сильно напрягает канализация. Жильцы у нас прямо вообще что-то непонятное творится. Вызываем постоянно машину, чтобы прокачку делать. Даже на маленький дом, пионерская 50, два раза пришлось чистить канализацию. Вот за праздники только. Вот это проблема. А так в основном все работает в штатном режиме, все выполняется. Заявок нет. Аварий за неделю не было. Была работа на сентябре, все меняли розлив колодной воды. 14 метров около это заменили. Дворники работают в штатном режиме. Вчера очистили подъем на Уваль-1. Сегодня нам кое-нибудь произведем подсыпку, чтобы людям было комфортно подниматься. Подружки? Да, подружки. Значит, территорию снега убираем. Сегодня также продолжаем рассыпку. В очередной раз совещания по тепловодоснабжению проигнорировали около 90% обслуживающих организаций, работающих на территории округа. Напомним, что за неисполнение нормативно-правовых актов городской администрации, которые обязывают исполнители коммунальных услуг отчитываться о своей работе в ходе еженедельных совещаний по тепловодоснабжению, предусмотрен штраф. На территории центрального рынка в районе Универсама продолжаются работы по благоустройству. Ларьки и торговые точки закрыты и перевезены на рынок за домом быта. Территория огорожена забором. О том, когда завершится строительство и что планируется сделать на рынке, расскажем в нашем следующем сюжете. Работа по благоустройству на центральном рынке ведутся с конца декабря. Территория находится в аренде у Гаран-ДВ. Сейчас она огорожена забором. Перед началом строительства торговой точки и ларьки перевезены на территорию вещевого рынка, расположенного за торговым центром дом быта. Данная территория, где мы находимся, это площадь Универсама. Данный земельный участок у нас был предоставлен по договору аренды на основании проведения конкурса с 2007 года общества с ограниченной ответственностью Гаран-ДВ. Получается, данной территорией они пользуются согласно разрешенного использования, являются добросовестными арендаторами, то есть никаких претензий у сторон нет. И в связи с этим, что ни одна из сторон, как арендатор и арендодатель, никто не подавал никаких возражений о расторжении договора аренды, данный договор аренды считается продленным на неопределенный срок, согласно 621 статье Гражданского кодекса. И поэтому на данный момент, то, что сейчас тут ведутся работы, это ведут работы арендатор по поводу благоустройства, то есть приведения в соответствие данную площадь. Так как мы считаем чуть неправильным, когда у нас, извините меня, бабушки, дедушки, сидят чуть ли не на самом светофоре, готовы уже там сидеть и продавать. То есть надо приводить все в соответствие, чтобы было все красиво и эстетично. Рынок будет благоустраиваться не только на территории арендодателя. В планах ликвидировать нестационарные торговые объекты возле пешеходного перехода. Все приезжие и местные предприниматели будут реализовывать свою сельскохозяйственную продукцию в специально отведенных местах в районе вещевого рынка. Планируется поставить два здания временных под размещение наших предпринимателей, которые временно переехали на проспект 45, на период стройки. То есть это будет, ну приблизительно вот как вот, рядышком здесь находится панельное здание. Точно такое же. Все по цвету, все согласно эскизного проекта. Облагородится все, как говорится, в нашем городе. Да и бог пришли к этому наконец-то. Объекты будут временными. В любое время их можно будет собрать и разобрать. Капитального строительства на территории центрального рынка не планируется. Данный земельный участок, который предоставлен в аренду ООО «Гарант», он внесен в схему размещения нестационарных торговых объектов, которая утверждена постановлением администрации Долиньгорского городского округа 3 декабря 2015 года номер 715 ПА. И цель – это предоставление земельного участка под нестационарные торговые объекты. То есть никакого другого использования у этого земельного участка не может быть. Только нестационарка. Как часто бывает в Долиньгорске, новое строительство породило много слухов и домыслов. Самая распространенная версия – на месте рынка построит новый торговый центр. Администрации заверяют – огороженная территория предназначена исключительно для строительства крытых помещений под розничную торговлю. В связи с усуществившимися уже обращениями граждан, населения, хотелось бы успокоить граждан, что данная территория это будет у нас идти не под какую-то парковку, не под капитальное строительство. То, что да, рядом находится у нас универсал, да, торговый центр, который находится в частной собственности, что будет именно у этого собственника, нам неизвестно. То есть его право делать все, что он там хочет. Но на данной территории, где вот сейчас угорожено забором, то есть не будет никакого капитального строительства и размещения парковочных мест нет, так как на данный момент договор аренды у нас, который имеется с гарантом, он действующий. Благоустройство рыночной территории завершится весной. Места в первую очередь будут предоставляться тем предпринимателям, которые ранее арендовали землю. На свободных площадях разместятся все желающие. Около полтонны риса неподтвержденного качества было обнаружено в Дальнегорске и отдельных торговых точках Приморья в декабре и январе. Проверки были проведены после того, как в социальных сетях и средствах массовой информации появились видеоролики, в которых жители рассказывали о купленном в магазине рисе со странным запахом, напоминающим пластик. Итак, приехали. Город Дальнегорск, магазин «Амбар». Купили рис для плова. Насыпаем рис на плитку. Рис настоящий должен твердеть, становиться коричневым. Рис из амбара плавится, дымит, становится мягким. А если мы его подожгем, он очень хорошо горит, превращаясь в какой-то странный попкорн, раздуваясь и коптя. Здравствуй, Дальнегорск. Китайский пластиковый рис. Как доложил в среду 17 января на заседании Комитета законодательного собрания Приморья по продовольственной политике и природопользованию Дмитрий Маслов, руководитель Краевого управления Роспотребнадзора, одна из партий риса сомнительного качества была обнаружена в магазинах Дальнегорска. Согласно документам, продукция была расфасована несуществующим предприятием. По адресу, указанному в документах, в Черниговском районе расположен автосервис. Еще одна партия риса с подложными документами обнаружена в других торговых точках Приморья. По документам, этот рис был расфасован в Харольском районе, однако предприятия по указанному адресу также не существует. По словам Дмитрия Маслова, обе партии риса были направлены на лабораторные исследования. Согласно заключению экспертизы, рис соответствует ГОСТам. В нем нет ни антибиотиков, ни повышенного содержания химикатов. И это точно не пластик. Однако, так как документы на товар оформлены некорректно, вся продукция, а это около полтонны, направлена на уничтожение. Как отметила на заседании комитета директора департамента лицензирования и торговли Приморского края Елена Коваль, ни одно предприятие не имеет права реализовывать продукцию без надлежащим образом оформленных товаропроизводительных документов. Департамент направил обращение более чем в 3,5 тысячи торговых точек Приморья, а также глава муниципальных образований, с тем, чтобы усилить контроль за рисом, поступающим в продажу. Если у предприятий торговли возникают сомнения в качестве продукции, они имеют право направить запрос производителю, подчеркнула Елена Коваль. Отдел записи актов гражданского состояния в Дальнегорске подвел итоги ушедшего 2017 года. За этот период в округе появилось на свет 388 новых жителей. Число новорожденных мальчиков превышает число девочек. Сохраняется высокий уровень смертности. За 2017 год в Дальнегорском городском округе появилось 388 новых жителей нашего округа. Из них 200 мальчиков и 188 девочек. У нас зарегистрировано 20 Артемов, 13 Максимов, 11 Иванов, 9 Кириллов. Редкие имена, которые зарегистрированы в 2018 году, это «Спартак», «Кордеон». И, к сожалению, редкими стали такие российские имена, как «Сергей», «Владимир», «Илья», «Дмитрий», «Николай», «Василий». Совершенно исчезли мужские имена. «Станислав», «Петр», «Федор». Среди девочек самое популярное имя «София». 14 девочек носят имя «София» с 2017 года. Затем идут Анастасия, Виктория. Редкими женскими именами названы Ярослава, Юнона, Юлия, Эмилия. Редкими женскими именами стали Татьяна, Наталья, Ольга, Надежда. И совершенно исчезли женские имена. Галина, Елена, Вера и Любовь. Как ни странно это звучит. У 140 мам ребенок родился первый. У 165 ребенок второй. У 64 мам родился третий ребенок. Жизнь идет своим чередом. За 12 месяцев 2017 года в Дальнегорске зарегистрировано 320 новых семей. 231 развод. 5 заявлений о регистрации брака было подано через портал госуслуги. Одно на развод. Зафиксировано 23 перемены имени, включая полную смену имени, отчества и фамилии. За 2017 год внесено изменение 134 в актовой записи по заявлениям граждан. Исполнено 1737 запросов организаций и 437 запросов межведомственных. Рассмотрено отделом ЗАГС 25 обращений граждан по истребованию документов об актах гражданского состояния с территории других государств. Нами выдано за истекший год 638 повторных свидетельств и 2393 справки об актах гражданского состояния. Справок выдано практически в два раза больше, чем в 2016 году. И подтолкнуло это перерасчет пенсионных выплат женщинам за детей, рожденных до 1991 года. У нас женщины вынуждены были стоять в очереди, в больших очередях, подолгу ожидая выдачи документа, потому что это очень большой наплыв и очень большой объем работы. Отдел ЗАГС провел большую работу по подготовке электронного архива для передачи в единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. Госреестр будет включать в себя свод документированных сведений государственной регистрации, актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий. По постановлению правительства госреестр начнет работу 1 октября 2018 года. В истекшем году у нас произошло чистывание всего одного золотого юбилея. Большой наплыв работы по выдаче справок, большой объем, доведенный до нас по подготовке электронного архива. В течение 2017 года мы работали не в полном штате сотрудников, у нас до сих пор не решен штатный вопрос. И поэтому мы бы вынуждены были отказывать гражданам принимать заявление на регистрацию, на чествование, регистрацию торжественных праздников серебряных и золотых юбилеев. Хотя нам очень жаль. В 2017 году служба ЗАГС Российской Федерации отметила свой 100-летний юбилей. И мы очень благодарны тем нашим посетителям, которые знали об этом и приходили и поздравляли нас. Спасибо. В 2017-2018 учебном году Институт развития образования Республики Татарстан и Центр АРТ образования дистанционно провели вторую международную олимпиаду по Сальфеджио. Детская школа искусств города Дальнегорска единственная в Приморье, которая приняла участие в Олимпиаде. Подробности в нашем следующем сюжете. В международной олимпиаде по Сальфеджио учащиеся детской школы искусств города Дальнегорска принимают участие уже во второй раз. В 2016 году первой ласточкой на Олимпиаде была Эвелина Алехина. Конкурс прошел интересно тем, что мы увидели такие задания, такие замечательные задания, которые я не даю в силу отсутствия оркестра в нашем городе. А там все задания тембровые, не на фортепиано исполняются, а на трубе, на волторне, на скрипке. И это все очень развивает слух, а у наших детей этого не хватает, потому что мы оркестры не слушаем. В 2017 году число участниц от Дальнегорска выросло до шести. Это Эвелина Алехина, Инна Воловенко, Катя Жаркова, Ксения Заика, Наташа Анущенко и Вика Башко. Первые пятеро ученицы Ольги Борисовны Нечаевой. Вику Башко к Олимпиаде подготовила Валерия Александровна Авраменко. Девочки серьезно занимались. На Олимпиаде им предстоял целый ряд испытаний. Тембровый диктант, запись прослушанной мелодии нотами и определение тембра, слуховой анализ, задания на определение особенностей тонального плана и многие другие, требующие глубинных знаний непростой теоретической дисциплины сольфеджио. В сольфеджио есть разные понятия, которые ты учишь, и тебе становится интереснее и интереснее с каждым годом, как осознавать, на чем построена музыка сама. И ты уже больше углубляешься в это, и тебя это, как сказать, захватывает в своей сети, можно так сравнить. Финальное задание – сочинение мелодии. Либо на заданный ритм, либо на заданный аккомпанемент. Видеозапись с исполнением собственной мелодии нужно было выслать на суд строгого жюри. Жюри было очень профессиональным. Там были доктора искусствоведения, доктора музыкального искусства, доктора наук, представителей Гнесинского института, московского, это председатель жюри. Ну и судили там довольно строго, потому что задания были сложноватые, скажем так. Дальнегорская детская школа искусств – не просто единственная в Приморье, кто не побоялся заявить о себе на Олимпиаде международного уровня по сложному теоретическому музыкальному предмету, где принимало участие более 600 детей. Все девочки из Дальнегорска – лауреаты престижного конкурса. Наташа Анущенко, Ксения Заика и Вика Башко заняли вторые места. У Эвелины Алёхиной, Инны Воловенко и Кати Жарковой – третьи места. Если говорить коротко, это все значимые события дня. Далее Екатерина Грицун с обзором прессы.